Ну, главное, чтобы не пришлось лечиться, вернувшись на родину. Как избежать экзотических болезней? Что нужно знать туристу, отправляясь в страны Востока и Азии? Узнаем у начальника отдела эпидемиологического надзора. Выговорила Благословое управление Роспотребнадзора Ольга Дубинина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала, да, вообще, что нас, какие опасности, какие болезни могут нас подстерегать в этих странах? Когда человек уезжает куда-то во время отдыха, во-первых, меняются климатические условия, контакты, бытовые привычные контакты, пищевые привычки. Иногда меняется поведение людей. Естественно, при потере бдительности можно заразиться чем-нибудь инфекциями. В первую очередь, конечно, думаем о кишечных инфекциях, потому что это болезнь грязных рук, примерно аналогичная гепатита. А затем нужно помнить уже, что на протяжении последних лет у нас обостряется ситуация покори. И как в странах, допустим, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и в городах Российской Федерации, поэтому нужно думать о воздушно-капельных вот этих инфекциях, как просилаксико-кори, краснухи, дифтерия. То есть хочется сказать, что... А какими инфекциями, да? Да. Хочется сразу напомнить, что против тех инфекций, против которых есть прививки, нужно заранее вообще думать об этом, и лучше предусмотреть, то есть поставить вовремя прививку, чтобы уже быть спокойным. И пока ранее мере вот этот максимум, который можно профилактировать, быть за это спокойным, что ты этим инфектом не заболеешь. Но вот малярия, чума, холера, этого стоит опасаться или нет? Ну, конечно, стоит. Всего стоит опасаться. Главное, не терять бедительность всегда. Чума, ну, чумой у нас уже вообще очень редко болеют, по крайней мере. У нас-то в Тюменской области она не регистрируется. Даже люди, которые приезжают из-за границы после отдыха, по-видимому, отдыхают все-таки в таких цивилизованных местах. Холера вполне возможна, конечно, если, опять же, это кишечная инфекция, то есть пить негарантированную воду, купаться, заглатывая воду, это в первую очередь, либо какие-то употреблять пищевые продукты, которые негарантированно термически не обработаны, либо не обмыты. Правильно. Посмотрите, а прививки нужно сразу ставить от всех болезней, либо можно обойтись какой-то одной универсальной? Прививки нужно ставить вообще в сроке, установленную национальным календарем. У нас существует национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации, там прививки обязательно. Он устанавливает сроки, порядок проведения прививок, возрастные категории и прививки делают с родильного дома. Поэтому, чтобы перед отпуском не суетиться, кроме своих сборов еще и по поводу прививок, нужно делать постоянно профилактические установленные сроки и все прививки. Если уже человек от чего-то там сомневался или не сделал в те сроки, в которые предусмотрено, то, наверное, в первую очередь нужно позаботиться. В первую очередь делать все вовремя. В первую очередь нужно делать все-таки против дифтерии, кори, гепатит B. Нужно помнить, потому что, кроме того, что там кишечная инфекция капельная, нужно помнить, что меняются контакты иногда случайно или не случайно, поведение людей. Поэтому при половом пути передачи нужно помнить гепатит B, ВИЧ-инфекция, об этом тоже нужно помнить. В прививки можно ставить вообще сразу несколько прививок в разные участки тела. Это допускается, и ничего страшного в этом нет. Главное настроить себя на вот эти вот болевые эффекты. Главное, до дома дойти только, а так в остальном. Вот если, это понятно, азиатские страны, да, вот если мы говорим про наш юг, Сочи, Крым теперь уже, если мы туда отправились, есть ли там опасность какая-то? И нужно ли ставить прививки? Ну, вообще, еще раз скажу, что национальный календарь прививок и прививки, не зависит от того, живет у нас в Российской Федерации, живет человек на севере, либо живет он на юге, либо он решил поменять место, потому что... Ну, болезни же разные. Ну, и климат ведь. Да. Ну, климат разный, но... Климат разный. Ну, что же тут климат разный? Чему, а везде? В Америке везде везде одна. Если мы смотрим национальным календарям прививок в Российской Федерации, набор прививок, набор инфекций, против которых делаются прививки, независимо от того, на севере или на юге. Еще раз, если едет человек, то, в принципе, наверное, и на севере, и на юге можно заболеть хоть чем, если потерять бдительность. Вообще, элементарные правила личной гигиены, культуру питания, культуру поведения, то на юге, наверное, когда человек расслабляется, все-таки тепло, термостатический эффект больше, наверное, кишечная инфекция. Но, опять же, говорю, что когда человек меняется контакты, вольный или невольный, человек уезжает из привычной нашей Тюменской области, где мы уже привыкли, знаем, чего можно ожидать, и мы знаем, что он срегистрируется в какую-то другую, например, на юг, там же не только южане, там приезжают люди с разных городов, с разных стран, в любом месте, контактов много, неизвестно, с чем у тебя вот рядом за столом будет сидеть, либо там в кафе где-то, либо на отдыхе лежать. Поэтому, еще раз говорю, культура питания, культура поведения, профилактические прививки от всего, от чего можно профилактировать. Да в этот год культура вообще. Да. И вот ограничения есть какие-то по прививкам? То есть, может быть, кому-то не разрешено это ставить? Ну, перед тем, как сделать прививку, обязательно пациент приходит к врачу, который осматривает и смотрит противопоказания, безусловно, есть. Острый, допустим, острый период заболевания, либо хронические заболевания, либо там гематология, либо онкология, тут очень уже нужно взвешенно подходить. И после посечения врача, врач обязательно скажет, подлежит сейчас человек прививку или не подлежит. А беременным можно ставить? То есть, беременных лучше сделать до беременности прививку, лучше сделать до беременности в установленном порядке. А уже если есть какая-то необходимость, против гриппа иногда делается. Тут уже решает чисто врач. Ну, смотрите, сейчас у нас апрель месяц, а сейчас начнутся летние отпуска. Можно ли сейчас поставить прививку, и будет ли она действовать, защищать нас? Конечно. Нужно ставить прививки даже сейчас. Нужно помнить еще, кстати, что те отдыхающие, которые ведут активный отдых на природу, выезжают, либо туристические какие-то походы делают, что еще клещевой энцефалит существует. Но, к сожалению, мы вспоминаем, население вспоминает об этом зачастую весною, когда вот летом близко, и то есть грипп у нас уходит, а клещевой энцефалит впереди. Эту прививку нужно делать лучше всего осенью, конечно, начинать, но можно сделать сейчас, ускоренные схемы. Прививки можно сделать, потому что в течение двух недель вырабатывается иммунитет. То есть за две недели до вот похватился человек, что у него там нет дифтерии, нет кори, нужно сделать. Нужно сделать, сделать сразу две, три, там, четыре прививки в одно время. В течение двух недель вырабатывается иммунитет. Смотрите, в интернете нашла информацию, что прививки против вот этих серьезных инфекций могут принести очень много побочных эффектов и тем самым навредить нашему организму. Это преувеличено или все-таки действительно так и есть? То есть в каких серьезных инфекциях? У нас все инфекции серьезные. А, ну, допустим, вот эти экзотические, ну, чума, холера? Против них вот у нас не делается в национальном календаре прививки как раз. Не делается? Нет, это по эпидемичным показаниям, так как у нас чума, в общем-то, ее нет, и против холеры у нас не делаются эти прививки. Нет, я имею в виду, что если человек выезжает за границу, например, ему же ставят, тоже не ставят? Нет, против этих инфекций не делают. Против желтой лихорадки есть в Центральной Африке и Америке, вот просто не выпустят через границу, когда, если не будет, против желтой лихорадки пандемичные страны. Вот, но у нас не зарегистрировано вообще осложнение или реакция на прививку против желтой лихорадки. Допустим, вот это экзотическое для нашей территории прививка. Если прилетел домой из страны, да, и почувствовал себя плохо, или непонятно сыплел, что делать? Нужно обращаться, конечно, к врачу, и обязательно не заниматься самолечением, и сказать, что вот я в течение такого-то времени находился там-то и там-то в той стране, и такого-то числа я приехал, потому что есть малярия, которую можно привезти, допустим, побывав где-то в странах с тропическим, субтропическим климатом, нужно обязательно только сказать об этом врачу, чтобы он знал, что можно ожидать в данном случае. Вот про информацию про прививки, да, какие они есть, против чего можно поставить, против чего нужно поставить, то есть в турфирме могут нас с этим ознакомить, или нам нужно заблаговеренность самим где-то поинтересоваться? Ну, сейчас достаточно можно и в турфирме, потому что в туристических агентах есть информация, и они утверждают, что они ознакомят людей в суепиде ситуации, которые должны знакомить, в суепиде ситуации, которые находятся в тех странах, куда поедут. И сейчас достаточно много информации, можно заходить на наш сайт, Можно заходить на сайт «Федеральная служба» и просто смотреть, в каких странах существует. Периодически опечатается сборник об особо опасных инфекциях в рубежных странах. Поэтому информация достаточно нужна. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Да, не заразимся вы ничего. Не теряйте длительность. Спасибо большое за беседу и хорошего вам дня. До свидания. До свидания. А у нас в гостях был начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Ольга Дубинина. Вообще, кстати, если дать свой совет, мне кажется, частая еще проблема – это белковый удар в этих странах. Потому что действительно люди приезжают туристы и начинают нападать на вот эту особую еду всю. Рыбаролы, суши и так далее. И неподготовленный организм может получить вот этот самый белковый удар. Поэтому аккуратно.